У меня два вопроса. Первый, я не разделю ваше одно из опасений, которое называется монополизация вот там какая-то какая-то проблема. В Википедии есть инструменты, решение, правда. Первое, это аккредитация вот так как можно. То есть если кто-то делает что-то не тот, то я на него пожалуюсь, его доброют как бы. Второе, эта проблема на самом деле состоит не в том, как год работает, а те источники данных, которые он использует. То есть сейчас вот наш пример, который вы привозили, на который вы, я и Александр еще работали с валютами. Да, мы потратили на уйму времени на то, чтобы обсудить те источники, которые мы используем для того, чтобы вывести те или иные данные. Да, здесь нет проблем. Что кому-то нужно в Википедии залезть в три года и посмотреть там, где форку 6 поправить на 8, но выйдя на страницу обсуждения, сделать предложение, это будет обсуждено, и как бы консенсусом быстро это принято. Здесь я не вижу никакой проблемы в том, что подмонепализирует какую-то часть данных, которые должны быть в открытые люди. вернее, не вижу проблем ущества. Значит, второй вопрос, который я хотел поднять, он очень важный, и я тут на радио, когда сегодня сюда приехал по большому досчету. Извините, я позволь себе подольше на эту тему поговорить. Есть отличный проект в ЕНВИКе. Это интеграция внешних баз данных, например, по химическим элементам со статьями в Википедии. Есть несколько открытых публичных кодов или символов у химических элементов. В Википедии стоит прямая ссылка на карточку данного химического элемента на внешнем ресурсе. Поэтому без этого квадратика со стеночкой, как будто это внутренняя статья в Википедии. То есть ни у кого не вызывает, так сказать, подозрение, что он в этот прибор. Но прибытие, тем не менее, попадает на внешний ресурс. Значит, с другой стороны, данные, конечно же, на том ресурсе написаны, что подробное описание данного химического элемента вы найдете в соответствующем разделе в Википедии. Все нормально. Но я понимаю, сколько сил было потрачено для того... То есть работает идеально, прекрасно, и не надо в Википедию вытащить эти замечательные данные. И наоборот, тем ребятам не всегда на ресурсе не нужно описывать данные химического элемента. То есть вот прекрасно это реализовано, не очень. Ну, если работать, то можно вывести там подорог, например, как улететь, как это, кросс-ссылки эти работают, да? Я представляю, сколько труда было потрачено на интеграцию этих геноэктических баз данных. Но таких вот открытых к сотрудничеству баз данных с сопоставлениями с Википедией лицензий достаточно много. Вот вопрос. Есть ли... Вот, на самом деле, может быть, к вам наказал, Владимир Владимирович, да? Вопрос, как к администратору, как к бюрократу, как к бюрократу, да, если я не ошибаюсь, то есть будет достаточно. То есть вот вопрос, наверное, к вам. Можно ли создать какие-то народные механизмы, википедийные механизмы? Например, взаимодействие с внешней базой данных, проведение с ней каких-то предварительных договоренностей и аккредитация ее в Википедии как официальный поставщик данной информации. Я, например, говорю, вот локальный пример про валютный курс. Вот сейчас мы, благодаря, там, Ивану, да, решили проблему с выводом данных по 100 валютам. По 100. А их 180. Значит, других источников данных мы не можем найти, поэтому 80 валют, у нас есть данных, да? Ну, я, например, могу, я такой активный валю, я могу пойти в РБК, например, рассказать, РБК, алё, дай, пожалуйста, данные, а? Вот мы там напишем, что РБК дала данные, но вот я это вывалю, да, придет Александр, скажет, алё, Юрка, а тут есть, вон, помимо РБК, есть Google, я поговорил с гублом там, я поговорил там с этим. Ну, прекрасно, потому что какой-то механизм, видимо, административный, когда мне были бы делегированы какие-то полномочия при проведении предварительных переговоров с внешней базовой данной, я, конечно, результаты переговоров доложу, сообщество решит. БЫТЬ! Прекрасно, значит, это официальное предстощение. Давай отпускаем, допустим, в рейтинге. Ну, как бы, ну, так бы я. Можно решить, как? Подумясь над решением данной профилы. Есть два момента, на самом деле, попросим, то есть двух частей. Первое, по поводу интеграции связи с другими массами данных. Тут будет самая разная интеграция, необычная, которая, в принципе, когда в МАДЕРСКОВОЗУБОТА может быть на базу данных, и тогда, вот, это может вызвать недостаточно, как в МАДЕРСКОВОЗУБОТА в данных, потому, что в случае на базу данных есть на базу данных права. И такой формат, что можно будет использовать на базу данных, да, на базу данных, которые на базу данных привязаны. Вместе с моментом, по которому я ищу данную инструкцию на базу данных привязана, чтобы в МАДЕРСКОВОЗУБОТА в которой мы можем подготовиться на базу данных правил. То есть, это интересная работа в МАДЕРСКОВОЗУБОТА, чтобы все равно было, хотя бы в правила данных, чтобы выключить штатую. У нас же это еще есть, если что-то есть упражнение, поэтому говорить о том, чтобы мы сможем быть в том, чтобы не было позволить данных БАДЕРСКОВОу, Второе – это формализация процедуры отбора официального поставщика. Первое – это формализация процедуры отбора официального поставщика. То есть характеристикой этой формации надежды, надежды, культуры и тому подобное. Это, во-первых, повторюсь, мы можем даже творить данные. То есть автоматическая информация. Испытно эта информация обладает какими-то свойствами. И поэтому запросы используются информации, которые вам интересуют. То есть, например, на реализованную историю информации, как угадываются по мнению армянных причин, по-моему, из-за многих причин, из-за многих причин могут посчитать данные. Эти военные технологии, армянные, 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 дефекционные, они позволят отражать максимально полно информацию с необходимым. Я прекрасно понимаю. Население Москвы, здесь и армяне, и азербайджанцы, но когда мы говорим о населении Москвы вообще, то здесь нет армянских данных, а азербайджанцев. Население Москвы. Можно договориться с яичной какой-то базой о том, чтобы данные отправили от селения Москвы, и у нас первая тема. Для меня более интересная тема. Курсы валюты. Не бывает курса, кто в США, любые армянские данные. Он всегда либо рыночный, либо какой-то центральный банк. Нас интересует рыночный. То есть, здесь нет никаких проблем. У нас есть, на самом деле, у вас есть, на самом деле, обращает здорового конкурса, как обращается армян, администрация. У нас, например, в Алине, обращается с их, конечно, просто официально. Ладно, а Требут, это все равно просто. А Требут, как, как, как информация, мы можем выбрать там, вот, куда его просто доходят, там, кто видит, там, у нас происходят все же без спорта. Утроматка, Российского, а, наверное, у меня, как бы у нас последний, ну, сзади, у меня есть информация. Прошли по-другому. У меня не было.